Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне, благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «За вожуха плаке, мертвых разбивая молнии» рассказываем о самых интересных проблемах, которые вас интересуют. Более того, мы всегда признаемся в собственных ошибках. Недавно, пожалуйста, посмотрите, у нас есть специальный был ролик, посвященный взаимодействию препаратов, посвященный взаимодействию, прежде всего, флороксамина и препаратов трициклических антидепрессантов. Мы говорили, что... Сейчас я вам просто перескажу, кто не хочет смотреть, на самом деле это было. Мы говорили о том, что вряд ли это вообще возможно, потому что это разные препараты. Тем не менее, каково же было наше удивление, мы сделали этот ролик, а пришел больной, которому действительно назначили вместе трициклические антидепрессанты, флороксамин, ну, самое главное, самое главное, я вас очень прошу, вы сразу переведите дух. Больные выжили, они здоровы, все с ними в порядке. Итак, в чем, собственно говоря, заключается проблема? Проблема, мы многократно говорили, заключается в том, что есть различные виды лекарственных взаимодействий. Они самые разные. Но почему-то наших врачей из всех видов, да и не только врачей, а представителей фармацевтических компаний, которые проповедуют врачам, а всяких там профессоров, которые нанимают фармацевтические компании, для того, чтобы рассказывать о взаимодействии, их интересует очень-очень узкий аспект взаимодействия, который называется фармакокинетика, фармакокинетическое взаимодействие, это взаимодействие препаратов в процессе их всасывания, распределения в организм и выведения из организма. Но, я вам честно скажу, что даже вот это из этого широкого определения, их на самом деле интересует всего лишь очень маленькая часть, очень маленький аспект. В чем этот аспект состоит? Многие препараты, большинство препаратов, примерно 2-3 препаратов метаболизируются, то есть, проще говоря, распадаются в печени. И есть препараты, которые распадаются при помощи специального белка цитохрома, несколько подвидов этого самого цитохрома, они берут разные лекарства на себя, их перемалывают, как мельницы. Так вот, есть препарат под названием флооксамин, не только флооксамин, есть несколько препаратов, которые являются ингибиторами этого самого цитохрома. То есть, они тормозят работу цитохрома. И, соответственно, если вы одновременно принимаете, предположим, флооксамин, амитрептилина, амитрептилина, амитрепрамин, амитрепрамин, трициклические антидепрессанты, то количество этого самого препарата будет возрастать, потому что цитохром, белок, который отвечает за то, чтобы их перемалывать, он просто будет работать плохо. Соответственно, возникает тут некая опасность. Мы об этом говорили. Мы говорили о том, что эта опасность гипотетическая. Почему мы так считали? Вполне обоснованно. Ну, потому что препарат флооксамин является противотревожным, антиабсессивным препаратом. Он должен использоваться прежде всего при лечении тревоги, при лечении обсессии, цивнокомпульсивных расстройств. Конечно, он будет брать сопутствующие легкие депрессии. Что такое сопутствующая легкая депрессия? Центр в тревоге. Его постоянно трясет. Не находит себе места. Если его спросить, а какое у вас настроение, он, конечно, скажет, что дурак, конечно, плохое настроение. Ну, это вторичная депрессия по отношению к тревоге. Или больной с навязчивостями, который застывает, который не может по 5 часов в день моть руки. Конечно, его спросить, какое у вас настроение, он скажет, конечно, плохое. А какое может быть? Вот если мы используем флооксамин при этих расстройствах, то все будет очень и очень хорошо. Почему будет очень хорошо? Ну, вот здесь мы изобразили тревогу. Вы знаете, тревога – это гидра, да? Основание этой гидры тела – это активность двух систем. Серотониново-гамбокаргической, двух нейрональных. Основные тормозящие системы нашего организма. Вот их активность при тревоге, при тревожных расстройствах падает. Из-за этого поднимают голову самые различные нейроны. Они так обеспечивают вот это огромное количество жалоб, которые испытывает человек при тревоге. Иногда это огромное количество жалоб путает, потому что человек бегает по различным врачам, не понимает, что с ним происходит. Что делает флооксамин или вообще любой другой селективный гигитор обратного захвата серотонина. Поднимает активность серотониновых нейронов. Эта серотониновая система восстанавливает контроль над остальными нейронами, и тревога проходит. А зачем используются антидепрессанты тройного действия? Ну, к счастью, у нас имепромин, мелепромин исчез. Осталось амитрептилин, кламепромин. Это антидепрессанты. Это антидепрессанты тройного действия. Видите, наша новая классификация. СНД, серотониновые, норадреналиновые, дофаминовые нейроны. Большие буквы, эффективные действия. Малые буквы, менее эффективные действия. Стрелочка вверх активизирует. Знак больше означает, что больше действует на серотониновые, скажем, нейроны, чем на норадреналиновые. Это антидепрессант. Нужно лечить депрессию. Депрессия очень часто – это падение активности трех нейрональных систем. Серотониновой, норадреналиновой и дофаминовой. И, конечно, здесь нужен препарат тройного действия, который будет эти головы, извините меня, срубать. И вот мы говорили о том, а зачем вообще эти препараты совмещать? То есть, вот противотревожный антиабсессивный препарат – это одно. Антидепрессант – это вроде бы как другое. Можно ведь их и не совмещать. Но тут к нам приходит пациент, который получает кламипромин 225 мг и флавоксамин 100 мг. Он еще получает и нейролептик там, и много чего другого. Но это наши врачи. Надо сказать, что наши врачи могут посрамить любого профессора. Вот зачем нужно было назначать… Да, и пациент страдает апсивно-компульсивным расстройством. Зачем нужно было назначать вот эти вот кламипромин там с этим самым флавоксамином? Честно говоря, я не знаю просто. У меня просто в голове это все не укладывается. Но, тем не менее, это было. Итак, что может быть? Я уже думаю, что вам стало страшно, да, из-за последствий. Потому что, действительно, флавоксамин будет блокировать метаболизм кламипромина. Его будет становиться больше. А ведь кламипромин по нашей классификации переносимости – это худший антидепрессант. Самая худшая категория переносимости – шестая категория переносимости. Вообще, какие препараты туда включены? Включены те препараты, которые оказывают влияние не только на нейроны головного мозга, что нам надо. Потому что вы понимаете, что депрессия – это нейроны головного мозга. Но действуют токсически на самые разные другие органы. Действуют на сердце, действуют на печень, действуют на клетки крови. Почему так получилось? Так получилось просто потому, что вот эти препараты, первые антидепрессанты, они вообще-то вышли из шинели противотуберкулезных препаратов, разных других. Тогда просто не знали о том, что, собственно говоря, нужно для того, чтобы воздействовать на депрессию. Что нам не нужно воздействовать на целый ряд органов и систем. Но, к сожалению, тогда об этом не знали. Так вот, оказывает кломипарамин токсическое воздействие на печень, может вызывать лекарственные гепатиты. Мы об этом рассказывали. У нас, между прочим, плейлист есть по поводу того, как препараты действуют на печень. Посмотрите, пожалуйста. Там все очень интересно. Действует он и на клетки крови. У пожилых людей надо обязательно смотреть, делать ЭКГ, контролировать артериальную гипертензию. В общем, достаточно препарат, который переносится очень-очень плохо. Самое интересное. Несмотря на такие высокие дозы, ничего страшного у этого пациента не было. То есть, у него не случилось ни лекарственного гепатита. У этого пациента не остановилось сердце. У этого пациента не возникла какой-нибудь жизнеопасной аритмии. В общем, все, слава богу, пронесло. Но это еще не все опасности, которые связаны с приемом кломипарамина. Ну, потому что этот препарат еще и влияет на разные нейроны. Мы об этом говорили. Так уж получилось. Старые препараты влияют не только на те нейроны, на которые нужно влиять, но и на гистаминовые ацетилхолины, которые вовсе, на самом деле, для лечения депрессии не нужны. Они дают только побочные эффекты, потому что снижение активности, например, ацетилхолиновых нейронов – это нарушение памяти, нарушение зрения, нарушение мочеспускания, запоры, повышение внутриглазного давления, нарушение ритма сердца. А что касается… Да еще, кстати, аппетит повышается, между прочим, за снижение активности ацетилхолиновых нейронов. Но самое большое повышение аппетита – это, конечно, снижение активности гистаминовых нейронов и увеличение массы тела. Так вот, надо вам сказать, что единственное, что возникло у этого самого пациента, это повышение аппетита, конечно, чудовищное повышение аппетита, увеличение массы тела, конечно, тяжелое, достаточно выраженное, но это все, то есть на самом деле больше человек ни на что не жаловался. Для чего я это вам рассказываю? Вот мы очень часто говорим о том, что происходит демонизация некоторых таких случаев взаимодействия препаратов, то есть огромный мир взаимодействия препаратов не изучается, изучается очень его маленькая часть, при этом она явно демонизирует, то есть рассказывает о том, что это очень и очень страшно, там какие-то тяжелые последствия. На самом деле, вот еще раз говорю, хочу повторить, с точки зрения нормального врача, по большей части эти препараты вообще не нужно сочетать, то есть они просто не нужны, их не нужно сочетать, это разные препараты, которые используются для абсолютно разных дел. Но если какой-то врач, а у нас такие врачи, как вы понимаете, бывают, ничего не знает, их сочетает, то на самом деле, как вы видите, да, возник серьезный побочный эффект, связанный с ожирением. Но, к счастью, никаких фатальных побочных эффектов, которые бы там повлекли смерть больного или какие-то тяжелые поражения органов, в данной ситуации не возникло. Для чего я это вам рассказываю? Еще раз я вам хочу подчеркнуть, поверьте мне, другие взаимодействия препаратов гораздо более опасны. К сожалению, об этих взаимодействиях никто не знает. Мы будем вам рассказывать об этих взаимодействиях. Для того, чтобы мы вам это все рассказывали, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, пишите комменты, ставьте лайки. Нам очень важно, чтобы эти знания, они распространялись не только среди пациентов, но и среди врачей, для того, чтобы люди понимали, какие препараты они принимают, зачем они принимают комбинацию препаратов, что может быть из-за того, что они принимают 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 препаратов, чтобы они были полностью информированы. Становитесь спонсором нашего канала, хотите отблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!